Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. В ходе испытательного полета самолета «Дельфин» в Одессе погибли военный летчик первого класса, летчик-испытатель, полковник запаса Олег Синица и его коллега, летчик Юрий Жуковский. Авария случилась утром в среду. Самолет упал прямо на дорогу. В районе 6-го километра видеопольской дороги сталася авиакатастрофа. В результате жесткой посадки одномоторного легкого летака обе два пилота загинули. На момент прибытия полиции оба пилота были без сознания, сообщил Олег Бех. На месте было выявлено летак и двух пилотов, которые находились внутри него. Оба были в беспорядном состоянии. На месте также выявлено швидкая допомога. Который летака, фамилия Синица, командир летака, он 54-го года народа, пытался дать допомогу, но он был в таком состоянии, что фактически на месте полицейские констатовали его смерть. Первый пилот погиб на месте. Второй же с многочисленными травмами был доставлен в реанимацию. Но, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Пациент 55-го года рождения, 65 лет, поступил сегодня в 13.10 в агональном состоянии с множественными травмами грудной клетки, черепно-мозговой травмы и скелетной травмы. Проводились реанимационные мероприятия прямо при завозе в реанимацию на каталке скорой помощи. К сожалению, 50-минутная реанимация не дала полученных результатов и пациент скончался. Одномоторный самолет «Дельфин» был построен на Одесском авиационном заводе 8 лет назад и в день катастрофы совершал плановые сертификационные испытания. Согласно плану полетов, самолет должен был пробыть в небе около часа. Но уже через 20 минут воздушное судно потерпело крушение. Причины трагедии пока не установлены, сообщили в полиции. В летаку есть видеорегистраторы, которые будут выключены. За предыдущую информацию мы уже обладаем о том, что в 11.55 самолет начал свой движение. В 12.14 командир летака сообщил, что ему необходима аварийная посадка. И в 12.16 с ним возник связок. На сегодняшний день рабочих версий несколько. Одна из них предполагает, что пилоту во время полета стало плохо, что и стало причиной падения самолета. Как сообщили представители полиции, будут назначены необходимые комиссии и экспертизы для выяснения обстоятельств трагедии. До завтра будет проводиться огляд места подъя. Подъя будет обеспечена охрана вказанного летака до закінчения работы комиссии. В подальшем будет визначено перемещение вказанного летака. Скорее всего, с главным инженером будет вирішено, он будет транспортирован на авиазавод, где также будет обеспечено его сбережение и охрана. Смерть от коронавируса в Одесской области от COVID-19 умерла 57-летняя жительница села Дмитровка Болградского района. У погибшей, по официальным данным, были тяжелые сопутствующие заболевания. Таким образом, в Одесской области зафиксирован 19-й летальный случай. Из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе на карантин закрыты села Дмитровка и Криничное. В Измаильском районе село Первомайское. Вскоре там начнет работу группа экспертов-эпидемиологов. Всего в регионе за сутки выявили 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболели только жители области. Одесситов среди инфицированных нет. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 1161 человек. 426 пациентов умерли от осложнений. На стационарном лечении в Одесской инфекционной больнице находится 28 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Один человек в тяжелом состоянии, 25 в состоянии средней тяжести и двое в удовлетворительном. Пациентов на ИВЛ в настоящее время нет. В больнице продолжают лечение трое детей. Еще 12 с положительным тестом на COVID находятся дома на амбулаторном лечении. В целом же по Украине вновь установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а также по числу умерших. 758 человек заболели, 31 пациент умер. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Всего в Украине лабораторно подтвердили больше 33 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений болезни умерли 943 пациента. В связи с большим приростом новых заболевших Кабмин продлевает срок адаптивного карантина до августа текущего года. А в некоторых регионах усилят противоэпидемические меры, уточняют в кабинете министров. Также в правительстве намерены утвердить методику ужесточения ограничительных мероприятий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также граждан просят придерживаться всех карантинных требований, носить защитные маски, соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзерами. Напомним, адаптивный карантин был введен примерно месяц назад и должен был завершиться 22 июня. В то же время при возвращении из Польши, считают в Минздраве, обсервации приехавших в Украине не обязательно. Польша входит в категорию стран зеленой зоны и поэтому украинцам по возвращению оттуда не нужно проходить обсервацию. Обязательным прохождение самоизоляции является для тех, кто возвращается из стран красной зоны, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, сообщили в министерстве. Польша, в свою очередь, решила пока не восстанавливать авиасообщения с Украиной. Запланированные 17 июня авиарейсы из Киева в Варшаву и Краков, а также обратно, отменены. Предварительно известно, что ограничения связаны с ростом заболевших COVID-19 в Украине и будут действовать как минимум до 30 июня. Во время пандемии коронавируса важно не забывать и об угрозе заразиться другими инфекционными заболеваниями и соблюдать календарь прививок, говорят специалисты. Вакцинацию важно проводить по графику, говорит директор Центра первичной медико-санитарной помощи номер 3 Елена Колоденко. Очень важно понимать, что даже в период эпидемии другие инфекционные заболевания никто не отменял. И очень важно не нарушать график вакцинации. Если мы говорим о маленьких детях, то, конечно же, это ПЦЖ, которое делается еще в роддоме. И далее по календарю прививок. Родителям нужно не терять бдительность и регулярно посещать педиатра, советует специалист. Очень важно не пропустить и вовремя привиться от кори, от дифтерии, потому что это инфекции, которые тоже очень опасны и в случае которых могут быть очень нехорошие последствия. Поэтому очень важно вовремя обратиться к педиатру, к семейному врачу для того, чтобы сделать вакцинацию согласно календаря прививок. Взрослым также не стоит забывать о вакцинации, напоминает врач. Взрослые должны помнить, что вакцинация от дифтерии, от столбника должна проводиться каждые 10 лет. Если мы говорим о коре, то взрослые тоже должны были быть привиты от кори в детстве. Но если этого не было, значит вакцинацию нужно повторить. Вакцинация – это действенный способ профилактики многих инфекционных заболеваний. Вовремя сделенная прививка может спасти как вашу жизнь, так и жизнь вашего ребенка, напоминает специалист. Нумизматый долларовый миллионер. Каким состоянием похвалился экс-нардеп Чикита? Под таким заголовком опубликовала материал издания избирком. Напомним, что вот уже год Геннадий Чикита не является народным депутатом. В 2019 году он проиграл выборы, заняв по итогу лишь третье место. Но по закону экс-нардепы должны заполнять декларацию за предыдущий год. Особенностями поданной Чикитой декларации является, по мнению сервиса Бигус Декларации, тот факт, что сумма денежных активов, задекларированных Чикитой и его семьей, в разы превышает сумму всех доходов. Кроме того, сумма наличности экс-нардепа и его семьи превышает 5 миллионов гривен, отмечает сайт Бигус Декларации. Помимо миллионов в гривне, долларах и евро, экс-нардеп Геннадий Чикита задекларировал 5 дорогих часов, а также несколько коллекций монет арабских, античных, монет дома Романовых и Советского Союза. Также бывший нардеп Чикита задекларировал коллекцию из 500 медалей и значков. Напомним, что при этом в судах города уже не первый год рассматривается дело в отношении нардепа Чикиты о взыскании алиментов в пользу его детей. Мать детей Геннадия Чикита не раз заявляла о готовности отстаивать справедливость в судах до победного конца. Новорожденного мальчика оставили в среду утром в окне жизни городского роддома номер 7, что на улице Космонавтов. Состояние ребенка удовлетворительное, говорит врач. Сегодня утром был принесен мальчик, доношенный, хорошенький. По осмотру, вероятно, первых суток жизни. Вот, 3,60 вес и 51 сантиметр длина. Без признаков какого-то заболевания, без пороков развития, все. Вот, ну, как обычно, мы его накормили, завернули в теплые пеленочки. Вот, вызвали социальные службы, полицию, скорую помощь. И малыш успешно уехал потом, после оформления документов специальных, уехал дальше по маршруту. Так называемые бэби-боксы работают в Одессе с 2012 года и предназначены для матерей, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах. Абсолютно анонимно они могут оставить малыша для того, чтобы у ребенка был шанс выжить. Окна жизни устроены достаточно удобно, рассказывает Наталья Шевченко. Женщина подходит сюда, открывает вот это окошечко и кладет туда ребеночка. Когда она открывает эту дверь, звучит сигнал тревоги. Закрывает дверь, сигнал тревоги проходит. Сигнал тревоги слышит пост медицинской сестры. Она спускается вниз и уже приглашает доктора, юридических там лиц и так далее. И ребеночку оказывается необходимая помощь. Малыш пройдет обследование в инфекционной больнице на коронавирус. Затем диагностику на другие болезни в детской городской больнице номер 2. А потом его направят в дом малютки, говорит врач. Дальше он направился в инфекционную больницу для диагностики ковид в условиях карантина. И оттуда доставлен в детскую городскую больницу номер 2 на даче Ковалевского. Сейчас и находится. Там возможность есть изоляции, возможность проведения карантинных мероприятий. Потому что не только же ковид существует в природе и так далее. Обследование на разные болезни, которые передаются половым путем, чтобы можно было. И если ребеночек, с ним будет все нормально, осматривают специалисты и готовят его к поступлению до малютки. Чтобы не было преследований по закону и нашлось решение проблем в сложных жизненных обстоятельствах, лучше малыша оставить в окне жизни, а не на улице, считает специалист. Если у мамы сложились сложные ситуации, или, допустим, психологически как-то сломленные, некому рядом ей помочь. Не всегда же бывает именно действительно так плохо, как нам это кажется. Она может принести малыша, мы его не обидим, доставим надежные руки. И при этом она не будет за него волноваться и не будет преследоваться по закону. В любых обстоятельствах важно помнить, что решение проблемы есть всегда, говорит специалист. В доме на Молдаванке обвалился потолок. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета. Инцидент произошел на улице Манежной. На площади 40 квадратных метров обвалились перекрытия в квартире на четвертом этаже. Обломки завалили несколько комнат. Пострадавших нет, хозяин ушел из дома незадолго до происшествия. Как сообщил замдиректора КП ЖКС Протофранковский, дом был построен в 1917 году, памятником архитектуры не является и в список аварийных зданий не входит. Жильцы по поводу неисправности перекрытий не обращались. Перекрытие между чердаком и квартирой будет восстановлено за счет средств ЖКС, сообщили в горосполкоме. Стрельба и драка на французском бульваре. Отношения выясняли две группы мужчин. По предварительным данным, ни сами участники конфликта, ни прохожие в результате перестрелки не пострадали. Конфликт со стрельбой произошел накануне возле ресторана на французском бульваре. Происшествие квалифицировано как хулиганство. Предварительно установлено, что между группой неустановленных лиц произошла ссора, в ходе которой ее участники совершили несколько выстрелов и скрылись. С места происшествия правоохранители изъяли гильзу от травматического оружия. Позже в больницу с ножевыми ранениями обратились двое участников конфликта. Спустя сутки правоохранители задержали семерых подозреваемых. Среди них наши соотечественники и выходцы из стран Закавказья. Шестеро находятся в СИЗО, еще один под конвоем в больнице. Открыто уголовное производство. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы. Четыре малышки сгорели заживо. В Одесской области вынесли приговор матерям, оставившим без присмотра своих детей. Обе получили условные сроки. Трагедия произошла летом прошлого года в Окнянском районе. Во время пожара в частном доме в селе Черное погибли четыре девочки в возрасте от шести месяцев до двух лет. Как выяснили спасатели, дети были из разных семей, по две малышки из каждой. Матери, одной из которых 19 лет, а другой 23 года, на момент пожара дома отсутствовали. Обеих нашли в состоянии алкогольного опьянения. Следствие продолжалось год. В итоге обе подсудимые признаны виновными. Им определено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным двугодичным сроком. Подростка из Татарбунар, в которого выстрелил из ружья сверстник, прооперировали. Жизни 14-летнего мальчика ничего не угрожает. На прошлой неделе в Татарбунарах 14-летний мальчик получил ранение в живот и рваную рану руки. Это случилось дома у его приятеля. По предварительной версии полиции, друг хотел похвастаться родительским ружьем. Оружие якобы было в сейфе, а парень случайно нашел ключи. Взрослых в это время дома не было. Он вытащил ружье, через некоторое время прозвучал выстрел. Раненого мальчика прооперировали. По словам медиков, ранение дробью чревато различными осложнениями. Но пока угрозы жизни подростка нет. На черемушках в ДТП пострадал водитель мотоцикла. По словам очевидцев, мотоцикл маневрировал между машинами и зацепил одну из них. Водитель не удержался и упал на дорогу прямо под колеса иномарки. Авария произошла на пересечении улиц Исха Карабина и генерала Петрова. По предварительной информации, мотоциклист ехал между рядами в потоке машин, зацепил джип, мотоцикл упал, а водитель попал под колеса автомобиля Тойота. Пострадавшего госпитализировали. Новый законопроект по ЖКХ и долгам за уже полученные коммунальные услуги вносит изменения в условия погашения таких задолженностей. К пине добавятся штрафные санкции, и их суммы станут существенно больше, чем сейчас. Ограничений жизнедеятельности задолжавшего украинца также станет больше. Могут забрать машину или не выпустить за границу. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что проблемы неплатежей населения за услуги заметно усложняют финансовое состояние предприятий ЖКХ. По данным Госстата, на 1 мая нынешнего года долги населения по коммуналке в целом превысили 63 миллиарда гривен. Часть экспертов считает, что нововведения помогут найти баланс между поставщиками и получателями услуг. В любом случае решать эту проблему нужно. И безусловно, что те потребители, которые могут заплатить и которые сейчас по достаточно надуманным причинам не платят за предоставляемые им услуги и за энергетические ресурсы, должны понимать, что имея возможность, но не платя, они будут иметь большие проблемы. Для тех, чьи доходы не позволяют самостоятельно оплачивать растущие коммунальные счета, по-прежнему будет существовать адресная помощь, подчеркивают эксперты. Их вопросы будут решены путем предоставления монетарной адресной помощи в тех объемах, которые позволят этой категории граждан оплатить счета. Что касается неравной степени обеспечения интересов всех участников рынка, то есть поставщиков и потребителей, да, действительно, это так. Права потребителя защищены намного хуже, чем защищены права поставщика. Потребитель не может ничего достичь даже через суды, кроме компенсации или возврата тех средств, которые были им заплачены. В то же время новый законопроект, утверждает эксперт, не дает и поставщикам новых уникальных карательных возможностей. Что касается законопроекта 36.13, я не вижу каких-либо прямых указаний на то, что погашение долгов может быть осуществлено за счет продажи недвижимости должника. То есть такого прямого указания, безусловно, нет. Законопроект направлен в основном на реструктуризацию долга, то есть на приведение этой суммы в такой вид, который позволит погасить задолженности без каких-либо экстремальных последствий для потребителя. Поезд Одессы-Киев теперь будет курсировать ежедневно. В нем появится специальный вагон для перевозки автомобилей. Новшество вступит в силу с 18 июня. На втором этапе ослабления карантина в Украине запустили более 40 поездов дальнего следования. Возобновились пассажирские перевозки между областями. Среди санитарных требований было условие о заполняемости поездов на 50%. Однако, по словам пассажиров, на практике дело обстоит не совсем так. В некоторых поездах почти нет свободных мест, а в купе находится по 4 человека. За разъяснениями мы обратились в Украинский залезный тюм. Как рассказали на предприятии, четверо пассажиров в одном купе – не нарушение. Отдельным распоряжением разрешено присутствие более двух человек, если они являются членами одной семьи. Что касается заполняемости вагонов, то наполовину пустыми остаются те поезда, которые курсируют по регионам с напряженной эпидситуацией. Если перевозки осуществляются в регионах, где противоэпидемические мероприятия ослаблены, то заполнение вагонов разрешено на 100%, сообщили в Украинской залезнице. И о погоде. Вторая половина недели будет пасмурной, возможно дожди, сообщили в гидрометцентре. Жара в этом году запаздывает, а наблюдать пасмурное небо одесситам придется еще долго, констатируют синоптики. По области возможны сохраняться дожди и грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра. Температура ночью 14-19 градусов, днем 22-27. И на 18-19, и на 20-21 июня характер погоды существенно меняться не будет. Вероятность грозовых дождей сохраняется. И температурный фон составит примерно 15-20 ночью, а днем около 25-30 градусов. В целом синоптики предполагают, что в июне и июле установится жаркая и сухая погода с выпадением редких, однако интенсивных осадков. Что согласуется с прогнозами ученых о переходе Одесского региона в полупустынную и пустынную климатическую зону. На этом фоне, к примеру, уже в ближайшие 10 лет вводность Днестра может упасть на 40%, утверждают экологи. А, соответственно, пропорционально увеличится и загрязнение нашего основного источника питьевой воды и ресурсов для сельского хозяйства. О масштабах проблемы и путях ее решения после новостей в программе «Тема дня» рассказывает глава бассейнового совета рек при Черноморье, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. Это очень серьезные проблемы, которые требуют комплексного подхода, очень больших капиталовложений. Но я всегда, и это аксиомы, которые не требуют доказательств, что подготовка, адаптация к изменениям таким стоит гораздо дешевле. Гораздо дешевле, чем ликвидировать чрезвычайные ситуации. Но для этого должно быть стратегическое видение этой проблемы. Совершенно верно. Должна быть стратегия, которая называется план адаптации к изменениям климата, допустим, Одесской области. А сейчас она уже есть? Ее нет, и не даже в садии. Ну, скажем, основания для такого плана есть. Мы уже 15 лет занимаемся этими проблемами. У нас выпущено уже три монографии о влиянии изменений климата на различные отрасли экономики Украины. То есть научный базис уже создан. Теперь этот научный базис... Застосувати требует. Да, совершенно верно. Это должны уже, ну скажем так, практические работники переложить его на язык мероприятий. А что нужно, вот если это такое происходит, что нам нужно делать в том или ином, в той или иной образе? А взагалі врятувати можна все? Вернуться назад... Тільки простуствувати. Вернуться назад уже, к сожалению, нельзя. Дороги немає. Это все информации к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своих родных и будьте здоровы.